Мы проходим мимо учреждений, магазинов и не задумываемся, а так ли просто попасть туда человеку с ограниченными возможностями. Узкие пандусы, нерабочие кнопки вызова персонала, какая она доступная среда, Балакове, это решили проверить активисты города. Первый пункт МФЦ и сразу препятствие поддону порога учреждения. На входе установлено две кнопки вызова персонала, правда одну активиста нажимали с трудом. Две с половиной минуты сотрудник МФЦ выходит на помощь, но испугавшись убегает. А бояться-то нечего, сработали оперативно. Когда звонит комната для маломобильных граждан, уходит кто-то из специалистов ресепшена и открывает. И помогает, да? Да. Хорошо, вы сработали безопречно, огромное спасибо. Травмпункт – учреждение, где среда должна быть доступной, но, увы, это заблуждение. Чтобы инвалиду туда попасть, нужно преодолеть длинный пандус. А кнопка вызова персонала находится высоко, не дотянешься на инвалидной коляске. Для сотрудники не горят желание помочь. Сейчас сложилась такая ситуация, что человек приехал в трампункт и думает, как подняться. По извилистой дороге, к сожалению, это невозможно. Мы пробуем вызвать специалиста. Ну что, пробуем? Кнопка находится только наверху. Звонок прозвенел. У нас человек, вот, нужно помочь подняться. У вас же доступная среда как раз, это невозможно по подъему. К подъему? Чем вы нам можете помочь? Нет, ну я не помочь. Если не сможет, пожалуйста, подняйте. Хорошо. А вы поможете? Кнопка для нужного помощи. По этой помощи вы можете помочь. Да, ну, очень-то подняться. А если вот человек с осонной ногой у вас нет, никаких? Да, вы есть коляска, ему подкончено, и при этом коляска. А вот у района поликлиники нет ни пандуса, ни кнопки. На такой в регистратуре отвечают просто идти через травмпункт. Офис Сбербанка на Ленина 114 специально адаптирован для людей с ограниченными возможностями. И пандусы, и кнопка, и таблички. Но все ли работает и соответствует требованиям? На здании Сбербанка проверяем. Кнопка вызова персонала разочаровала. Пять минут ожидания сотрудника нет. Работники банка по этому поводу попросили отправить запрос на почту. Ответили так, кнопка исправна, а сотрудники выходят на вызов, как освободятся. Дальше активисты отправились в центральную библиотеку на улице Ленина 80. Одно нажатие на кнопку вызову, и сотрудник уже тут как тут. Вот он, пример действительно доступной среды. У вас кнопка установлена для людей с ограниченными возможностями. Как-то у вас прописано по времени, через сколько должен появиться сотрудник? А у нас просто кто свободен в этот момент, ну как тут прописать? Как часто приходят к вам люди, которые просят помощи? Ну, в моей памяти, за последний год не было такого. Вообще не было? Да. Так были как-то у нас колясочники. Мы им открываем, конечно, на обе створки и помогаем заехать. Еще инвалиды могут без проблем посещать культурные мероприятия городского центра искусств. У здания есть удобный пандус, а также кнопка вызова персонала. Стоило только нажать на нее, как через 23 секунды появился работник. Приходят на мероприятия, но мало, но приходят и колясочники. Естественно, всем рады. У нас по доступной среде переоборудован зал, мы убрали два ряда кресел, для того, чтобы нужно было проехаться на колясочке и встать перед рядами, чтобы видно было. Поэтому ходят мало, но мы всегда рады видеть. Лекарства – это первая необходимость, но так ли просто их приобрести инвалиду? В муниципальной аптеке номер 81 на противопожарной части кнопка вызова не сработала. Да и пандуса нет, как быть? Если у вас есть кнопка, которая, да, предразумевает доступную среду, но у вас отсутствует пандус, а как человек может тогда подняться к вам? Это разрешено. Человек вызывает фармацевта. У нас у фармацевтов много, вот я вам говорю, фармацевт не свободный, берет значение. Люди дают деньги, дают карточки, пробиваем, приносят. У вас никак? Кнопка вообще всегда работала. Ну, свет-то горит просто. Мы проверили этого разума? Скажем, администратору. Самая недоступная среда у Почты России на улице 20 лет в ЛКСМ 56. Кнопка вызова как бы есть, но ее как бы нет. Узкий ржавый пандус сразу вызывает сомнения. По требованиям его ширина должна быть 90-100 сантиметров. Проверяем, соответствует ли этот пандус стандартам. Напоминаем, стандарты от 90 до 100. Делаем замер. 83 сантиметра. Вывод после проверки один. Доступная среда в городе не совсем доступна. Приятно, что есть учреждения, где рады видеть инвалидов. Но так, к сожалению, не везде. И от этого лишь безнадежность.